Здарова танкисты, всем привет! С вами Серега, с вами Эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк седьмого левела Премтанк ИС-2. Да, тот самый танчик, который в свое время выдавался там за какое-то событие, там в Берлине против ботов дрались, по-моему, за это событие. Вот, и сегодня полноценный гайд и обзор по этой машине. Конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и начнем, конечно же, тяжелый танк, естественно, с бронирования. Погнали! Итак, коллижен-модель нашего ИСа-2, ну и давайте изучать, собственно, что он из себя представляет по броне. НЛД-115, ага, как для тяжелого танка, конечно, слабовато, да, даже если вот так подрамбануть, все равно это очень мало в приведенке. Хорошо, да, вот здесь полосочки чуть побольше, я не помню, что здесь за полоска. Ладно, ВЛД-163, вверху 186, 166, 166. Здесь уже приведенки, там есть даже рикошетные зоны, по 300, даже 700-900. Здесь 169, собственно, как и даже, ну, может, немножко неправильно поставил. Да, там уже рикошеты должны быть. Короче, вот сюда ему точно отгущенные полки не стоит стрелять. А что касаемо ВЛД, люк мехвода сотка, а вокруг, ну, 160, до 170. И как для седьмого левела тяжелого танка, в принципе, это неплохо. Это неплохо. Вот это неплохо, это неплохо. Да и здесь тоже против основных тип снарядов, не голдовых, только для одноклассников. Это очень даже неплохо, реально крепко. Понятно, что там восьмерки, а девятки, которым мы будем тоже попадать, нас сюда будут просто нещадно пробивать. Теперь касаемо башни. Кругляк вокруг ствола сотка, здесь сотка, маска сотка, внизу до 134, вверху до 330. Ну, в целом, конечно, слабо. Ну, что это за маска? Здесь ВЛД больше, нежели в маске. Странная маска. Вот, щеки сотка, здесь вот 135. Ну, вот здесь есть места там до 160, есть и до 400-500, потому что вот это вот, вот, как бы, да, понятно, скосы. Вот, а скосы самой башни, давайте смотреть. Вот башня-то, кстати, неплохо здесь вся зашита. Да, все это круто. Планочка наверху 30 мм, по правилу трех калибров от 90 мм нас туда всегда пробьют. И два сюрприза, по сути, это маска дырявая и вот этот горшок в 90 мм. Он просто, и он, да, находится в задней части башни, но нам это ничем не поможет. Потому что он шириной с пол башни, высотою, ну, наверное, с треть башни, да. То есть, огромный пирог с броней 91. Боковое бронирование 90 и вверху надгусечное 101. Понятно, что танковать он будет и будет хорошо. Здесь уже, конечно, нехорошо. Здесь нас будут пробивать, ну, голдой точно. Иногда одноклассники и даже обычными снарядами где-то будут шить. Здесь вот, в целом, внизу все знойно. Еще раз, ребята. У нас очень слабое НЛД. У нас ослабленная маска и вот этот огромный пирог. И в такой проекции, конечно, все будут набрасывать, стараться в пирог. Потому что там брони нет. Ну, и в маску. А почему маску не набрасывает? Сотка почти практически как пирог. Вот такое бронирование. По пушечке. Танк у нас прем 7-го левела. А вот пушку вам дали аж целого 8-го. Чего что-то замечательного. А это у нас 122-х миллиметровка Д-25Т. 390 альфа, огонь. 175 пробития, правда, на основном. 217 на голде. 61 на фугасе. Пушка в целом на стойке заряжается 12,3 секунды. ДПМ у нас 1900, 0,46 точность на стойке. Кривое орудие. И боль этого танка, этой пушки, это время сведения. Ребята, 3,5 секунды. Вы никогда практически ни на одном танке, нигде не увидите среди оборудования усиленные приводы наводки. Нет, никогда. Потому что нигде это не требуется. Но на этом танке, скорее всего, без них играть никак не получится. 3,5 секунды сводится это орудие. Вы скажете, да, да это же танк ближнего боя. Там сведения не нужно. Но, извините, у вас изначально прицел с очком Амонта. И чтобы хотя бы даже со 100 метров попасть в танк, вам придется сводиться. И с таким сведением вам помогут только усиленные приводы наводки. По полевой модернизации. Во втором блоке обязательно качайте вездеходную ходовую. В четвертом блоке притирку шестерные наведения. Да-да, ту самую наведение, которого у нас нет. И в пятом блоке звукоизоляция. По оборудованию. В принципе, для этого танка, по сути, есть два варианта. Вы всегда сюда ставите досол. Вы всегда сюда ставите усиленные приводы наводки. Желательно еще инструкцию на приводы поставить, если будете на этой машине. Ну и, конечно же, сюда просится закалка, тяжелый танк и прочее. Но, в отдельных случаях, сюда можно поставить турбину. Потому что танк медленно едет хреново. И мне вот лично его подвижности очень сильно не хватает. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойная скорость полета 780. И это плохо. Не жир. Медленно летит снаряд. Подкалиберный у нас голдовый снаряд. Вот он уже ничего. 90-75 метров. 975 метров, да. Фугас у нас, кстати, летит так же, как и бронебойный. 780 метров в секунду. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам в целой машине. В целом по машине, да. Что касаемо огневой мощи. Вот тут собака-то и порылась. У нас плохой средний, ну, плохой основной снаряд с малым бронепробитием, как я считаю. Для этой машины все равно. С плохой скоростью полета снаряда. У нас нет углов вертикальной наводки. Минус 6, да. Пушка не гнется от слова совсем. Поэтому на рельефных картах на этом танке у вас с жопой просто синим пламенем сгорит от игры на нем, по сути. У нас заряжается пушка больше 10 секунд. Ну, правильно, у нас альфата 390. У нас хреновая точность. И даже на усиленных приводах наводки по оборудованию стоит инструкция на усиленные приводы наводки. И все равно пушка сводится почти 3 секунды. 2.74. Это жуть. Играть на этом орудии, это просто лютый кал вообще, вот это вот орудие. Ай-яй-яй. Вот. По хп. 1430 и, в принципе, для семерки, для тяжелого танка это норм. По мобильности. Мы играем без турбины. На закалке оборудку поставили. 34 вперед, 14 назад. Вот. У нас почти 13 лошадей на тонну. Но, опять же, это говорит о том, что максималку свою эту машину будет набирать крайне медленно. И лениво. Это факт. Вот. И по обзору у нас 381 метр. В принципе, как для семерки тяжелого. Советского танка это стандартный показатель. Ребята, эта машина вот с такой пушкой. Вот с таким интересным бронированием. Да. Вот с таким бронированием. Вот интересно. Маска. Вот это вот седло наверху огромное. Да. Он еще как-то более-менее тяжело. Но можно играется против одноклассников. Как только вы на этом танке попадаете против восьмерок, это все. Это боль и страдания. И не дай бог вам на этом танке попасть против девяток. Можете смело нажимать кнопку выход из боя. Потому что в бою против девяток на этом танке просто банально делать нечего. Ну, от слова совсем. Вот такая вот интересная машина. Придорога же отправляться в бой. Давайте посмотрим, как эта тачка играет в современном рендере. Погнали. Так, господа. Обзор боем ИС-2. Советский тяжелый танк. Прем-танк. Седьмого левела. Попали мы в говнобой. Почему говнобой? Потому что этому танку нельзя попадать в бой против восьмерок. Являясь там седьмым левелом. Он может адекватно воевать. Это только против седьмых, шестых левелов. Восьмые. Все. Мы ничего в этом бою сделать не можем. Девятые левелайсы мы попадаем. Это вообще просто дичь. Можно сразу выходить в ангар. Даже не пытаться играть. Вот это мое мнение. Сратенькая подвижность. Вот знаете, ТСТ как молодец едет. А у нас нет. Всратенькая броня против восьмых и девятых левелов. Если мы продолжаем говорить. Всратенькое бронепробитие. Если мы опять же говорим против восьмых и девятых левелов. Соответственно, у нас нету ни малейшего шанса. Ни малейшего шанса. Вообще что-либо делать в этом бою нашим, мне сказать, врагам. Никаких перекатчик больше не будет. Только Торнвагон. Жалко. Очень жалко. Продолжение следует. Продолжение следует. Разворачиваем к себе противника Разворачиваем Вот только таким методом Здесь можно выигрывать Здесь можно выиграть Ух ты Чудом дали 1200 Все план выполнили Ребят план мы выполнили Нам дают шансы еще Стрельнуть Ублюдок Выталкивает Все На ВКхе чуть под все стволы Нас не выдвинул Гаденыши Ребята 2К дали Это все Это мы имба Но вы поймите Против восьмерок 2К Настрелять на этом дерьме Но это нереальный настрел Ух ты А где он там Ой попали Нам это надо Нам вот урон точно Как никому нужен 2300 ребят Мы скорее всего проиграем В этом бою Убежали Убежали Временно Сводимся Все мы выиграли Ребята Бой затащили По захвату Офигеть Блин а я здесь еще Мог бы Вот не попал С вертухи А кстати мог еще А что сбили Не не выиграли Все Ребята 2300 Против восьмерок На этом дерьме Просто лютый результат Отличный Ну я вам точно говорю Сейчас мастера дадут Шучу Нет Мастера не дадут Но У меня на этом танке Не получается Против восьмерок Играть Факт Просто не получается Вторая степень У нас Мы крутые Ребят Второе место по урону Бой с восьмыми ловелами Топ набил Лист 2900 Мы 2 302 фрага Ха-ха Ладно В целом По пятибалльной системе В моем понимании Эта машина Заслуживает Твердую тройку Да 4 с жирным минусом Либо 3 с маленьким плюсом Не больше Против одноклассников Повторюсь Эта машина Адекватно играется Можно на нем играть Реально Вот Ну понятно Против шестых Против восьмых Против девятых Выходите сразу в ангар Даже не продолжайте бой Вот По оборудованию К сожалению Даже с приводами И с инструкцией На приводами Пушка все равно Ни хрена Не сводится Да Это боль и печаль Этого танка Вот Танк Ну кстати Подвижность у него Конечно сратенькая Но он все равно Как-то там что-то едет Да Ну Медленный Понятно По броне тоже боль Короче Этот танк Сплошная боль Зачем его сделали Вообще В прем И вывели Для меня Великая тайна Ребят у кого есть ИС-2 Он был за этот За Берлин По-моему Там такой режим был Против ботов Играть Выдавался Вот с этой полосой Насколько я помню Подарок Это просто Лютое дерьмо Этот танк Вот Пишите свои комментарии Что вы на нем думаете Я считаю Что это кусок говна Который Вот прям можно Освобождать Ангар от этого И как бы Даже не вспоминать О нем Прожимайте лайки Подписывайтесь На канал А я вам говорю До скорых встреч Пока Поддержи брата Танкиста Лайком Под этим видео Подпиской на канал Ну и конечно Прожми колокольчик Чтобы быть в курсе Всех новых стримов И самых последних Обзоров По нашей Любимой Игре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok